Итак, мы с вами в студии проекта «Подробности». Сегодня у нас в гостях человек уже известный, всем нашим зрителям Юрий Мастяев, политолог, кандидат исторических наук. Я подчеркиваю, Юрий, потому что мы все чаще с вами говорим о вещах, которые непосредственно с историей очень связаны и требуют исторических комментариев каких-то. Зрители требуют, но и события тоже требуют. Вот сегодня давайте мы с вами поговорим о том, что происходит на Украине, ну, в контексте, так сказать, исторического взгляда сверху. Вот говорят об Украине, говорят о том, что это исконно земля, то есть спорят, вернее, спорят. Исконно украинские, исконно русские, исконно древнеславянские какие-то. И ничего вот это вот непонятно. Каждый говорит так, как считает важным и нужным для себя. Вот давайте отрешимся от всего того, вот от всех этих споров и с точки зрения, может быть, какой-то, давайте я скажу умное слово, геополитики. Посмотрим на это. И, конечно, в историческом контексте. Ну, опять, правильно, в чем возникает? Что, когда мы сейчас говорим о современной Украине, то надо понимать, что в таких границах оно, как государство, никогда не существовало. Поэтому, во многом, это создано искусственно. Ну, если взять так вообще в историческом плане, ну, существует, условно говоря, две основные концепции, как формируются нации. Одна, так, ну, умным словом назвать примордиализм, она говорит о том, что это, ну, словно говоря, произрастает из неких кровно-родственных связей. Ну, например, там, род, несколько родов объединяется в племя, соответственно, несколько племен объединяется, например, там, в народ. Что-то такое с пятого класса, я помню. Ну, да. И потом формируется нация. Ну, вот многие считают, что, например, там, россияне сформировались на базе, там, трех основных таких этнических больших групп, которые были представлены таким, как славянский этнос, за тему угрофинский и, например, тюркский в виде татар. Ну, вот если посмотреть, Рязанская область в этом плане такой, на мой взгляд, чуть ли не нагляднейший пример. Вот я по области катаюсь, и у нас до сих пор еще сохранились некоторые мордовские села, татарские села, ну и... Нармушать всякие, там, вот названия такие. Ну, вот я недавно был тут вот на днях в Сасове, там недалеко мне рассказывали про село Батманово, где там татарское село до сих пор сохраняются некие такие свои собственные специфические черты быта и там подобное. Но при этом они вполне нормально, гармонично ощущают себя татарами в этническом плане и в национальном плане россиянами. Соответственно, вторая теория – это, в общем-то, конструктивизм, который говорит о том, что многие нации, в современных условиях особенно, они формируются искусственно, исходя не из внутренних, там, нижних потребностей, а сверху. Вот, на мой взгляд, Украина – это типичный вариант, как она сейчас формируется в политическом плане, как некая украинская нация. И, во многом, это не только сейчас, это происходило и раньше. Например, там, вот я недавно читал статью Трубецкого, там, об Украине, где он говорил, что и в 20-е годы, вот как раз на волне, там, гражданской войны, шло формирование тоже попытки создания некой украинской самоидентичности, украинской нации и так далее. Ну, а если смотреть современную Украину, то надо понимать, когда мы говорим, там, о том, что русские украинцы – братья навеки, сразу начинает вопрос, кого мы понимаем под украинцами. Потому что сам термин, ну, опять, споры идут, вот вы правильно сказали, что там существует много различных точек зрения. Это послал на тем, что существуют разные факты, во-первых, и многие факты, они, ну, скажем так, достаточно спорны. Потому что и четкие подтверждения, сами понимаете, что там никто, например, в 10 веке не описывал проблемы соформирования украинской или великорусской нации и так далее. Ну, отсюда есть проблема в чем? В том, что, на мой взгляд, когда мы говорим об Украине, как о неком едином целостном политическом сообществе, должны учитывать, что в социокультурном или, вот, как вы там сказали, геополитическом плане, на самом деле, единой Украины нет. Ну, если взять там цивилизационные аспекты, они были еще там подняты нашим знаменитым Данилевским, потом там Тойнби, ну, и, в общем-то, на мой взгляд, вот сейчас достаточно до сих пор актуальной идеей был такой известный американский геополитик, футуролог, там, социолог Смейль Хантингтон, который, ну, где-то, по-моему, года два-три назад умер. Вот у него в середине 90-х годов вышла статья о столкновении цивилизаций, в которой он говорил так, что вот это вот окончание Холодной войны, оно на самом деле не привело к тому, что сформировался некий единый мировой комплекс, единый мировая цивилизация. На самом деле, наоборот, стран, освободившиеся от некой коммунистической идеологии, еще в большей степени начинают испытывать проблему самоидентификации, самой неповторимости с другими, и, в первую очередь, обращаясь к религиозным аспектам. И он говорил, что идет формирование нескольких цивилизационных огромных комплексов, к которым он отнес как раз вот Атлантическая или Западная, ну, куда входят США и Западная Европа, дальше, соответственно, славяно-православный с центром России, конфуцианская Китай, индуистская Индия, соответственно, исламская, японо-буддистская, и две, которые, так на его взгляд, там только начинают формироваться, это африканская и латиноамериканская. И при этом он подчеркивал, что мир придет к тому, что произойдет очень серьезное столкновение между этими цивилизационными комплексами. В первую очередь, на его взгляд, это было предстояние Атлантизма либо с исламом, либо с Китаем. Ну, в принципе, многие считают, что он предугадал четкое предстояние в начале нулевых годов, между США и исламский мир. Отсюда там США, Афганистан, США, Ирак, потом события Ливии, Египет. Сейчас там мы опять видим всплеск вот этого предстояния. Ну, и тоже видим в определенной степени предстояние Китая и США. Правда, оно носит не военный характер, а в первую очередь такой торговый. Ну, друг друга они потихонечку пытаются уколоть. Ну, и сейчас вот мы видим усиление противостояния Запад и славяно-православное. Потому что, когда он писал эту статью, там, сначала 1993 год, потом у него через пару лет вышла целая книга об этом, тогда, в общем-то, некоторые уже высказывались, что, возможно, опять восстановление-то это предстояние Запад России. И мы это сейчас видим. Что, в общем-то, никакие доводы трезвые не действуют. Нас во всем обвиняют. Мы изначально плохие, потому что мы россияне. И при этом вот то, что вот как раз относительно Украины, по хамкингу, это у нас всем такая, что вот эти цивилизационные разломы, они могут проходить не только по границам государств, которые в многом сформированы. Да, потому что они во многом сформированы были искусственно. Без учета, там, проживания тех или иных этнических групп, там, без учета социокультурных каких-то традиций и так далее. И, в общем-то, исходя из этого, можно говорить о том, что действительно Украина – это страна, в которой происходит цивилизационный разлом не на границах, а внутри. Практически посередине, я бы даже сказал, на восток и запад где-то. Ну, так вот. Ну, некоторые выделяют три региона, некоторые, можно условно, два. Западная, некоторые выделяют восток и юг. Ну, юг имеется в виду Крым и близ к нему, близлежащие районы. Ну, условно, можно сказать, что все-таки Запад и юг-восток. И здесь мы видим, действительно, протестание какое. Это и во многом историческое. Конечно, мы должны говорить о том, что русские, украинцы, белорусы, мы имеем одни корни – это Киевская Русь. Помните, Киев в мать городов русских. Кто против этого особо не спорил? Хотя сейчас на Украине начинают там, типа, поднимать и этот вопрос и так далее. Соответственно, затем можем говорить о том, что начинается период феодальной раздробленности, в которой происходит некое там обособление княжи, вплоть до того, что там мы, например, черниковцы, мы рязанцы, и это совершенно разные политические образования и разные люди. Хотя, в общем-то, все равно объединяло все это пространство православной веры. В период феодальной раздробленности именно церковь, она вам являлась оплотом единения и ощущения единства. Но проблема возникала в том, что часть этих земель после золотоордынского ига попали под власть Орды, а часть, чтобы не попасть, перешли под влияние Литвы, частично Польши и так далее. Отсюда вот потихоньку начинается расхождение. Соответственно, дальше еще, наверное, большой путь расхождения, это когда формировалась Единка Старца Речи Посполитой и, наверное, еще один момент, чуть пораньше, это появление так называемого униатства. Ну, проблема противостояния между византийской и римской католической церквью, она была давно. Обе церкви пытались стать, как бы, скажем так, главенствующим в Европе и, соответственно, пытались распространить свои зоны влияния. Ну, такой вот разлом постепенный, такое расхождение шло-шло. И вот сейчас мы имеем... Во многом это тоже один из корней того, что вот часть Украины это православная, и, соответственно, она и говорит на русском языке. Если вы заметили, даже некоторые те, которые объединяют во всем России, говорят на очень чистом русском языке. При этом на очень плохом, условно говоря, украинском. Но при этом ругаются. Потому что тут идет как раз проблема формирования политического образования, которая во многом противостоит социокультурным каким-то аспектам. Отсюда и униатство. Оно начинает распространяться больше именно на Западе. Там же и католичество. Ну, и потом, соответственно, еще один такой, наверное, этап нашего расхождения. Это событие 1654 года. Ну, то, что мы называем воссоединение Украины с Россией. Но, на самом деле, опять же, воссоединилась не вся Украина в современном ее политическом контексте, а вот именно левобережная часть. Та, которая и сейчас вот мы видим, она... Которая исторически имела тяботение. Да, соответственно, опять же, вот это углубление на Украине, оно усилилось. Там католичество и униатство в религиозном плане. Здесь православие остается. Здесь во многом русский язык или что-то так, то, что легло в основу так называемого суржика. Ну, язык такой упрощенный, украинский, который я, например, вполне понимаю. Ну, что ж, Юрий, спасибо. Ждем новых встреч. Я напомню, у нас в гостях был Юрий Мастяев, политолог, кандидат исторических наук, говорили про Украину. И я думаю, что не раз еще разговор об этом у нас зайдет. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город. Подробности». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова